Всем привет! Вы смотрите YouTube-канал Номеди из России. Меня зовут Ирина Воробьёва. И сегодня мы хотим поговорить про пространство бывшего СНГ и про события, которые там сейчас происходят. Но, конечно, не про все, потому что это разговор на много часов, но про некоторые особенно важные. Обязательно сегодня поговорим с Аркадием Дубновым. Аркадий Юрьевич, здравствуйте. Добрый день, Ира. Давайте начнём с того, какая книга у меня лежит на столе. Я не могу с этого не начать, потому что тут написано прямо на обложке, почему распался СССР. Что это за книга? Прямо коротко, давайте расскажем. Очень коротко. Где-то в конце 15-го, в начале 16-го года фонд Гайдара предложил мне осуществить проект. Встретиться со всеми бывшими на момент распада лидерами союзных советских республик. И поговорить с ними, как вообще такое произошло, что они испытывали, как вышло в момент распада с их, так сказать, родными странами. Ну и сделать это в том смысле, что я сам свидетель этого распада с самого начала. Я занимаюсь этим пространством, как только оно распалось. И у меня есть о чём спрашивать было. И многие из них меня просто лично знали. Я с ними встречался и раньше. Вот. Я сначала не решался, но потом загорелся, потому что это история. Это история. Люди не все, так сказать, равны, может быть, симпатичные, скажем так, политики. Но, тем не менее, мы сделали эти беседы. Кое-где не удалось встречаться. Но, например, наотрез отказался со мной встречаться президент Казахстана, один из ключевых. Я почему-то думал, что это будет... А вот нет. А вот нет. Вот как раз он-то или мы с ним были как-то знакомы. Ну, может, потому что он знал меня, потому что я отказался. Может быть, я допускаю. И не было президента Таджикистана, который до сих пор и остаётся, Рахмон. Он... Его пресс-феритарь когда-то очень тушуясь немножко, сказал, знаете, Аркадий, шеф не очень хорошо говорит по-русски. Но это было тогда, но сейчас то же самое. И он немножко стесняется. Эти разговоры-то уже будут, наверное, долгие. Я говорю, ну, я это понимаю. Хотя я ему напомнил, что с этим Рахмоновым я встречался в момент, когда он был избран председателем Верховного Совета Таджикистанской ССР еще в 92-м году. Все отчитывают срок президента этого с 94-го, когда он был избран как будто бы. А на самом деле он с 92-го года. И я фактически стоял с ним на одной сцене колхозного дома культуры, когда он избирался. Как сказал Леон Бакарович Кравчук, когда со мной разговаривал в Киеве на базе клуба «Динамо», где он занимался тогда, он сказал, знаете, у нас ведь историческая беседа. Я постараюсь говорить все как есть. И как вам кажется? Мне кажется, он старался найти какие-то, так сказать, способы о чем-то не говорить. Но я, в общем, был достаточно представучий в Едлеве. И в конце концов, я его достал вопросами о том, как же они все-таки решились на выход из СССР. Спустя четыре дня после того, как они согласились, что они будут в составе Союза продолжать жить. Но это были дни ГКЧП. Это были дни путчика ГКЧП. И, конечно, за эти дни все перелопачено было и в мозгах, и на улицах. И я, в общем, конечно, ему поверил в том отношении, что до 4 августа 1991 года, когда они пригласили свою независимость, Украина, это было сделано, я бы сказал, как совершенно очевидная реакция на ГКЧП. Они испугались. Они просто испугались. И автором, одним из инициаторов этой резолюции, знаменитой сейчас я имею, был один из депутатов украинских, на тот момент отсидевший много лет в тюрьме, советский писатель. Сейчас не вспомню, у него фамилия. Она есть. Не важно. И он сделал очень резкую формулировку, что мы не можем быть в этом государстве теперь вместе. Ну, вот, собственно говоря, вот так и вышла, так и сложилась эта книга. Многие из них ушли. Многие из них очень в разной степени, но симпатично отзывались, ну, например, о Егоре Гайдаре. В то время, когда они уже стали самостоятельными, Гайдар, будучи руководителем, значит, правительства в Москве, он старался как бы демпфировать, смягчить все последствия, первую очередь, экономические для той или иной республики. Ну, то есть, всем, чем мог он, как они рассказывали, помогал. Приезжали к нему, он старался решать вопросы в силу отпущенных ему ресурсов и так далее. Это было интересно. Это было интересно, потому что, в общем, никто нигде об этом раньше не говорил. С этой точки зрения, вот с точки зрения этих людей, конечно, нет. Да, но другие, например, очень были, я бы сказал, радикальные по отношению, скажем, к Горбачеву, потому что лично им приходилось бороться, то есть не бороться, а сталкиваться именно с Михаилом Сергеевичем. Они как бы отдавали ему должное, но, несмотря на внешнюю его, так сказать, такую компромиссность, в общем, им от него пришлось претерпеть, видимо, довольно много. В общем, это, на мой взгляд, я горжусь этой книгой, и она оставит, так сказать, некий след в той истории, которую люди еще захотят потом изучать. Первоисточник, в конце концов. Да, да, это я вот уже посмотрела на название глав, но, собственно, глава здесь называется по именам тех людей, которые в тот момент были руководителями республик. Ну, вот сейчас очень модно говорить про 90-е, но мы с вами немножко с другой стороны на них посмотрим. Вот как вам кажется, ну, вот в конце концов есть эта книга, как вам кажется, все мины замедленного действия, которые срабатывают сейчас, они были заложены тогда, правильно же? Раньше. Раньше? Конечно, раньше. Это не 91-й год, это раньше. Я вот когда вышло первое издание, значит, в 17-м, я уже не помню, меня спрашивали, так сказать, приблизительно на ту же тему. Я рассказывал два случая, что два очень характерных симптома нежизнеспособности державы, заключавшиеся в том, что в 89-м году, когда, ну, вожжи были отпущены, так сказать, шестая статья Конституции, отменявшая, значит, диктат коммунистической партии, была отменена, возникли партии, народные движения, кое-где они пришли к власти, народные фронты. Так вот, когда в Молдове, сейчас, говорит, принято Молдова, тогда в Молдавии, значит, тут же открылись границы по Днестру между молдаванами и румынами, да, открылись, началась Братания. Тогда, значит, вот молдаваны долго-долго, так сказать, переживали это рассоединение, так сказать, с Румынией, которая исторически была очевидна, да, и они приглашали себя единой нацией. Сегодня мы про это всё знаем, там, да, молдавский язык фактически уже, так сказать, перестаёт быть, как бы, такой скрепой. Ну, они очень похожи, румынский и молдавский, у них там разница буквально. Они даже, значит, не официальным языком являются румынский, да. Я к чему? К тому, что для них вот эта национальная идентичность, которую они обнаружили, вот, так сказать, стремленные друг к другу, к этому Братанию, там, действительно, Братанию мне показывали, так сказать, эти видео, оно оказалось важнее для них, как вот, как процесс, как цель, чем то, что происходило в Москве. Вот эти все перестроечные процессы, типа, там, демократия, там, да, это для них было, я бы сказал, вторичным. Мы, главное, что мы вновь воссоединяемся, наш народ, да, идентичность национальная восстанавливается. То же самое было в Азербайджане. Когда там пришёл к власти Народный фронт, то там началось братание азербайджанцев на границе с Ираном. А на севере Ирана живут азербайджанцы, да, их миллионы, да. Известно, что, так сказать, там, некоторые аятолы азербайджанцы, этнические иранские аятолы. И точно так же просто вот рассказывали, что, в общем, неинтересны были особенно вот эти московские, так сказать, либеральные, демократические, так сказать, заморочки. Это укрепляло их, понимаете, их выдушевляло. И, в общем, с этого момента мы тогда, я точно так же не осознавал, началось строительство национальных государств, новых национальных суверенитетов. И вот эта проблема, проблема выстраивания этих национальных суверенитетов, она до сих пор актуальна. И актуальность, она, это сталкивается с непониманием, скажем, в нынешней Москве, нынешнего, так сказать, российского руководства, что совершенно разноречивые, так сказать, тенденции, целеполагания в Москве на свое, так сказать, будущее существования в качестве, так сказать, центра будущей империи, или русского мира, как угодно, которая идет в противофазе со строительством национальных государств. Вообще, говорят, мировая тенденция. Сегодня мир, да, дробится, распадается, и стремление выстроить именно национальные, либо они существовавшие когда-то, их нужно было восстанавливать, либо утверждать их снова. Это главный тренд мировой. Другой стороны, конечно, приводящий к конфликтам и войнам. Поэтому даже не 91-й, даже не ГКЧП Путч был триггером. Триггером было вдруг ожидание того, что идентичность национальная позволяет людям чувствовать сопричастность с другой, так сказать, частью своей нации, расположенной там в другом государстве. Вот как-то так. А вы думаете, у них у всех получилось отстроить? Нет, да нет, конечно. Хотя бы у кого-нибудь получилось. Это же процесс, Ира. Ну, я понимаю, что это долго, но уже много лет прошло. Да, ну уж... Ну, возьмем близкую мне Центральную Азию, близкую в смысле того, что я ей занимаюсь. Сам-то я вообще-то родом из Подмосковья. Точнее было бы заметить по справедливости, что национальное государство выстроено в большей части, например, в Узбекистане. И это можно объяснить тем, что все-таки Узбеки, как этническая, так сказать, составляющая, она, так сказать, является основной в этой стране. Хотя там есть вот каракалпакская автономия, проблемы в которой чуть не взорвали там несколько лет назад все это государственное устройство. Но тем не менее, тем не менее, все-таки нет, если мы сейчас вынесем за скобки ситуацию в Каракалпаке, все-таки Узбекистан составившееся государство. Ну, на это еще, можно сказать, претендует даже, как это не парадоксально, Туркменистан. Абсолютно талитарно. Честно, Аркадий Юрьевич, когда я с вами договорюсь про интервью, я вот там что-то понимаю про Грузию, что-то про Армению, про Азербайджан, у меня абсолютно есть же еще в Центральной Азии. Я долго готовилась, я все читала. Но, честно сказать, вот то, что вы мне сейчас говорите, я понимаю, что вот Узбекистан, на ваш взгляд, да, Туркмени, а почему не Таджикистан, а почему не Киргизия, а почему не Казахстан? В чем в этом смысле разница между ними? Из-за некого, так сказать, из-за некого наследия, которое начало трудным образом сказываться в момент начала независимого существования этих стран. Хорошо, Таджикистан. Страна, где была самая кровопролитная гражданская война, вот в сломе этих эпох, да, страна, разделенная довольно регионально значительным образом. Регионы воевали с регионами. С одной стороны, можно ее так называть войну, с другой стороны, исламодемократическая оппозиция, так называемая, воевала против прокоммунистического народного фронта, который, как бы, поддерживался, скажем, в те времена России, там 201 дивизия стояла российская, и, в общем-то, Узбекистаном, которому, в общем, важно было сохранить стабильность, и были чужды эти, так называемые, демократические лозунги, или, тем более, угрозы исламского, так сказать, радикализма. Эта война, самая кровопролитная, наверное, на всей территории этого постсоветского пространства, до сих пор считающаяся, она наложила, конечно, серьезный отпечаток на устойчивость власти, на устойчивость социальной ситуации. Там до сих пор существует такой район, как Бадашан, который сейчас, может быть, уже погашен, в смысле, так сказать, оппозиционных настроений, но это огромная часть страны, то есть, это половина территории всего Таджикистана, он граничит с Афганистаном, там тоже есть свой Бадашан, афганский Бадашан, есть таджикий Бадашан. Этнически они чуть отличаются от таджиков, да, даже они отличаются и в религиозном смысле, там, так сказать, живут, исповедуют, скажем, там шииты в основном, эсмаэлиты, а в Низинном Таджикистане там, в общем, сунниты. И это очень мешало консолидации власти, поэтому Таджи Рахмон все годы своей власти, он уже доен по нахождению власти, уже с 92-го года, значит, сколько там, 34-й год идет? 33-й год идет, да, в ноябре будет 33 года. 33 года власти. 33 года, как Илья Муромец спал приблизительно, он, так сказать, а он работает. Ему приходилось прикладывать немало усилий, чтобы удержать эту власть. Все его, так сказать, оппозиционеры, либо даже соратники, либо сидят в тюрьме, либо убиты, либо рассеяны по миру. В основном в Зинданах сидят, даже его главный был охранник, там такой Гафур Гулямов, в свое время заслонивший его, так сказать, телом от гранаты в те годы войны, сидит, посаженный на 25 лет. Там такие сроки уже давно были. Потому что он в какой-то момент решил, что надо сместить шефа, потому что... Слишком долго. Слишком долго. Ну, в общем, я сейчас не выдаюсь в эти мотивы, это уже не так важно. Вот, пожалуйста, сложно. Дальше Киргизия. Ну да, она очень стремится к этому национальному государству созданию. Она очень быстро и стремительно стремится. Киргизы очень отчаянные, так сказать, нетерпеливые ребята. Им, вот кажется, утром они сменили власть, а вечером эта власть должна им принести счастье. Вот примерно так. Ну, хочется доверить сюда. Мы его посадили, ну, так вот, давай вечером уже будем собирать плоды. Вот поэтому там уже шестой президент. Ну, на Украине они путем, как бы, скажем, выборов менялись. Там, по-моему, тоже шестой сейчас Зеленский, да? А в Киргизии, ну, только один президент уходил, так сказать, спокойно. Это была женщина Роза Тунбаева, но она не была избрана, правда. Она была назначена после там событий, лошадских событий 10-го года, да? Она заменила своих, так сказать, всех мужиков, которых никто не хотел брать на себя ответственность, она взяла. Но потом ушла. А потом к ней отнесли вообще-то некрасиво. В общем, следующий президент, Атамбаев, не по-мужски к ней, так сказать, отнесся. И так, как-то там все время эта дурная, извиняюсь, гребанная такая цепь, то ли переворотов, то ли силовых просто отстранений, кровавых, она вот, ну, казалось бы, остановилась с нынешним президентом, но вот сейчас тоже непонятно, что к чему приведет там правящий Думберат. Всю власть сейчас удерживает. Большую часть ее глава Госкомитета по национальной безопасности, который второй человек в тандеме, который привел к власти, обеспечивал власть первому, Жапарова, да? Но он все больше и больше аккумулирует под себя все рычаги власти. Я бы мог бы сказать институты, но институты там такие, в общем, да. Слушайте, получается, что либо там лидер после распада, значит, либо там лидер вот все эти 30 лет, ну, плюс-минус, очень долго кто-то один сидит, либо там вот эта чахарда со сменой правительства, отставками, невозможностью утвердить парламент и так далее. Я не говорю сейчас только про Киргизию. Вообще в целом, на пространстве. В целом они очень разные все. Вот, понимаете, вот сейчас сделаю такое, как говорят в математике, лемму. Раньше в советские годы на картах рисовали и говорили так. Средняя Азия и Казахстан. Средняя Азия и Казахстан. Если вы возьмете Советский Атлас, а у меня такой есть, большой Советский Атлас, там карты Средняя Азия, отдельно Казахстан, назывались они даже так, да. Потом стали говорить Центральная Азия, объединив все это, включая туда и даже Афганистан. Так вот, продолжаю эту мысль. Казахстан сегодня немножко выделяется. Я про него тоже хотела отдельно спросить, потому что он кажется чуть более современным, не знаю даже как-то, да? Да, абсолютно. Я бы сказал, я бы сказал, такой модернистски выстраиваемым. Не выстроенным, а выстраиваемым. Потому что он пережил очень тяжелую, конечно, тоже историю. Султан Назарбаев, величина мирового значения, и он себя так продавал, и его так покупали в таком статусе. Тем не менее, все-таки сам решился там на транзит власти. Ну, дальше, в общем, неприятности, так сказать, попытка переворота кровавого, январь 1922 года, и вот, который утвердил власти того человека, которого Назарбаев привел в 1919 году, да. Я говорю о Касымже Марсе Такаеве. Он вызывает, я бы сказал, такое невольное уважение тем, что он изменил там Конституцию, как все мы делаем. Ну, вот когда все обменяется. Да, когда нужно укрепиться, да. Ну, новая, так сказать, попытка переворота ликвидирована, он должен утвердиться в власти, он, значит, поправки его Конституции, и обозначил, что больше, чем один срок, 7-летний, новый 7-летний срок, он не будет в власти, он уйдет. И я каждый раз, когда я пишу через раз-через два про Казахстан, я говорю, ну, я надеюсь дожить до 2029 года. И посмотреть. Когда я обнаружу, что Касымже Март Кемельевич Такаев исполнит свое слово. И вот в очередной раз вам здесь говорю, я почему-то верю, что это случится. Если, правда, так сказать, фронта какая-то внутри, либо внешняя, не опрокинет такого рода прогнозы. Вот он выстраивает новый Казахстан. Ну, сейчас Казахстану всех на устах из-за суда, который там происходит над бывшим министром, из-за того, что они признают. То есть, понимаете, вот есть разница. Значит, я тоже, когда смотрела на эту палитру, где-то принимают закон об иноагентах, которые так любит Россия, а где-то принимают закон о профилактике домашнего насилия, который Россия так долго не хотела и не приняла до сих пор. Последние на всем пространстве, по-моему, которые остались, ну, из соседних имеется в виду, кто это не принял. Вот и вот разница. Ну, давайте не будем абсолютизировать эту разницу и делать из нее какой-то фетиш, что вот Казахстан такой прям современный, прогрессивный. Это же... Да, я очень с большим, так сказать, пиететом и уважением отношусь к этому процессу, так сказать, принятия закона, криминализировавшему семейное насилие. Но он был принят благодаря очень резонансной истории. А не будь этой резонансной историей, не будь, так сказать, убийством бывшим министром экономики своей жены. Арган Юрьевич, у нас в России столько резонансных историй было про убийство женщин и мужьями, что, в общем, уже можно было бы принять этот закон много раз. Но мы его так и не приняли. Ну, можно было бы. Конечно, жить лучше, так сказать, здоровым и богатым, чем бедным и больным. Но при этом, вот что важно, и это подтверждает то, что вы говорите, именно вот Такаев, я так понимаю, с его подачи, эту резонансную историю, во-первых, не просто дали, так сказать, загасить, хотя там очень много было желающих, мощные, так сказать, силы были, деньги. Он, видимо, отдал указание, вот теперь мы из этого сделаем. Поэтому они развернули большую информационную кампанию по, так сказать, трансляции этого дела. Вот если сейчас зайти на профильные сайты, то ты увидишь, что по-прежнему, уже когда это случилось, уже сколько месяцев прошло, по-прежнему, она находится там в первых трех строчках главных новостей. Дело об убийстве там Нукеновой. Это несчастная женщина, которая была убита. Да, это важно. Он это сделал. Он это продвинул. Есть и другие, так сказать, характерные такие примеры, в которых мы видим, что Казахстан, ну, как бы набирает обороты, как такая довольно современная, такая государственная институция. Потому что ей тяжелее, чем другим странам этого региона. Она все время вот так вот, так сказать, с Россией. У меня сейчас на глаза попала книжка дома, которую мне Такаев подарил еще в девятом году. Он был местным в странах дела, он мне прислал, так сказать, с надписью там, да. Я что-то ее так начал листать, и я обнаружил, что, в общем, тогда он уже довольно интересно размышлял там о попытках выстроить какие-то отношения с Россией. А это была... Какая Россия? Это была Россия еще первого десятилетия, так сказать, путинского правления, да. Он там рассуждает о том, как ему, так сказать, нужно вести политику. Что он понимает, что НАТО, расширяясь на восток, угрожает как бы интересам России, как это понимают в России. Но при этом он считает, что Казахстан должен вести свою политику, независимо от этого. И как ему существовать с Россией в этих условиях, он не может себе позволить принять ту или другую сторону. Должен ее понимать, учитывать. Довольно такие, в общем, обстоятельные размышлизмы, я бы сказал, да. И вот это такая вот спустя... После этого у него еще был замгенсека ООН по протекции Назарбаева, между прочим. Да, влиятельность Назарбаева. В этом сказалось он, что называется, квоту Казахстана. Он таким образом использовал. И Такаев был заместителем генсека ООН. По-моему, его штаб-квартира была в Женеве тогда. И вот он вернулся. И, в общем, еще более, я бы сказал, просвещенным, хорошо подготовленным политиком. В конце концов, школа МГИМО, если не ошибаюсь, она уже имела значение. Ну и сегодня, вот я слежу, сейчас наверняка нам придется про это поговорить, Казахстан активно вмешался в этот армяно-азербайджанский конфликт. Да, об этом прям отдельно. Но давайте тогда начнем с этого смысла, начнем обсуждать эту историю. Есть впечатление у меня, у человека, который просто смотрит новости, что Армения и Азербайджан активно хотят, ну или, по крайней мере, может быть, Пашинян и Азербайджан, не знаю, как правильно сказать, правильно, хотят все это закончить и как-то договориться. и какие у них есть варианты, и где в этом процессе находится, с одной стороны, Казахстан, и где в этом процессе, как фон, находится Россия. Одна сторона становится все дальше и дальше, а вторая сторона становится все ближе и ближе, скажем так, да, понятно, о ком мы говорим. Ну, первое, что я бы отметил, на самом деле это важно, что процесс перешел в такую стадию, так сказать, примирения или поиска соглашения мирного между Бакуей и Ереваном, когда они уже, в общем, готовы разговаривать друг с другом напрямую, а не в присутствии, так сказать, третьих посредников. Вот как вот мы с вами сидим, а здесь нету, так сказать, там, председателя Евросоюза или здесь, там, не знаю, премьер-министр России, условно говоря, да. И в этом я вижу большой прогресс. И он, конечно, обеспечен очень трагическими, так сказать, событиями, этому предшествующими, да. Последняя военная операция Азербайджана в сентябре прошлого года, когда он фактически взял, и теоретически, теперь уже Нагорный Карабах, под свое крыло, под свою юрисдикцию. А вслед за этим, так сказать, вот совсем на днях последовал вывод российских миротворцев из Карабаха, что, ну, не только я, многие считают, в общем, серьезной победой Азербайджана. Серьезной победой Азербайджана. Ну, что они все, они сказали, все это ваша территория, мы здесь уже не нужны, мы уходим. Не так. Уже давно в Баку давали понять, что как только Карабах будет под контролем Азербайджана, то есть он его вернет в то состояние, в котором он был, значит, в советское время автономией, так сказать, да, в советской Азербайджане. Так вот, когда мы вернемся к Карабах, говорил, условно говоря, не условно, он так и говорил, Валиха Малиев, ни одна нога иностранного военного не должна на ней присутствовать. Да, он и жестко. Жестко. Все понимали, про каких иностранных военных речь идет. Но поскольку мандат миротворцев был определен в пять лет, в 20-м году, 10 ноября было соглашение 20-го года, которое положило конец, мир был заключен с помощью, так сказать, России. Этот мандат пять лет. Сначала Россия предложила его бессрочно сделать. Но Баку сказали, нет, на пять лет. Ну, а что делать? Ну, конечно, на пять лет тогда согласились. Армяне были тогда вообще чуть правого в голове, не имели решающего, как проигравшая страна, но они согласились с тем, что было предложено. Пять лет. Пять лет должны вести в ноябре 25-го года. Все. Баку сказал, ну, как бы формально это было согласовано с Москвой, ушли. Баку еще раз показал, что пара у победителя, здесь превыше всего, все плюшки, все бенефиты от этой победы последовательно, так сказать, приобретаются Азербайджаном. Ушли миротворцы. И теперь, да, с одной стороны победа Азербайджана, а с другой стороны, Армения очень активно при Пашиняне стала искать себе новых гарантов безопасности после того, как разочаровалась в России. Армянская элита России называет не иначе, как предателем. Ну, не вступилась. Впереди маячит выход из ОДКБ? Ну, пока он еще не... Еще, что называется, путь не начнет, но в Ереване не скрывают, что если так дальше, типа, Россия без всякого энтузиазма будет откликаться на просьбу Армения о военной помощи, ну, я надеюсь, уже это не понадобится, потому что я искренне надеюсь, что больше войны там не должно быть. Ну, хотя, знаете, что не должно быть? Вот Путин сказал, что исламские радикалисты не должны нападать на Россию. Что значит не должны? Так и я, когда говорю, что не должно быть у них больше войны, то это такая, знаете, манипуляция в каком-то смысле. В Азербайджан все получают плюсы-плюшки, это понятно. Ереван сейчас в этих переговорах, в этих разговорах, он что получает? Он получает гарантии ненападения на себя, на материковую Армению, стремится получить. Я вам отдаю это, я удовлетворяю эти ваши условия. Вы этого хотели, чтобы, так сказать, ну, я условно говорю, да, вы этого хотели, я готов. Но я требую взамен гарантий безопасности, абсолютной безопасности Армении, самой страны, которая уже сегодня, и это очень важный сегодня момент, которая должна быть признана в тех границах, в которых существовала Армянская Советская Республика до 91-го года, до принятия Алматинской декларации о прекращении действия Советского Союза в декабре 91-го года. Так вот, уже они дошли до момента, когда обе стороны признали, вот это последние результаты переговоров, обе стороны признали, что выстраивание новой границы будет идти по такой не очень четкой, но тем не менее границе, определяемой теми административными границами советского времени. Это основополагающая, так сказать, точка отсчета, которая должна быть, так сказать, стартовой на пути дальше делимитации других участков границ. Начали они с очень тяжелого участка в Тавужской области Армении, разграничив границу между четырьмя азербайджанскими, четырьмя армянскими селами, которых вообще, по-моему, до сих пор люди даже не живут, потому что они там очень в опасной зоне. Да, и про эти селы очень много разговоров, очень много заявлений, и очень много предъявляют Пашиняну, что он вот отдал и так далее. Вот это очень болезненно. Понимаете, в чем дело, у Пашиняна почти последнее время всегда в состоянии Цуксванга. Он все время, так сказать, загоняется в угол как очень наступательными, так сказать, порылами и пропагандистскими, и информационными со стороны Азербайджана. А с другой стороны, внутренняя позиция. У него же очень серьезная внутренняя позиция. Кланы, которых он снес в 18-м году в результате этой революции, они живы во главе с Кочаряном, Сарксяном. Вот только что я сейчас прихожу к вам и я читаю заявление Сарксяна, экс-президента, по случаю очередной годовщины геноцида армян 15-го года. То есть, вот 109-я годовщина, 24 апреля. Что он там пишет? Он призывает к вооруженному восстанию. Против Пашиняна? Да. Да. Он, значит, как он там выражается, он не руководство, а управленцы Армении. Он называет их управленцами Армении. Управленцы Армении то, управленцы Армении и все. И прежде, пока мы их не снесем, Армения, что называется, не получит мира, не получит того. Ну, слушайте, я вообще не знаю, какая будет реакция на это заявление. Меня оно просто удивило. Потому что в наших Палестинах, в российских, если ты бывший политик, и ты признаешь эти слова, то, в общем, недолго нам остается. твоя, так сказать, политическая деятельность будет продолжаться. Да и вообще это, в принципе, в любой стране, ну что, ну, прецеденты известны вплоть до североамериканских штатов. Вот такая обстановка там. Простите, что я на этих селах, но просто про них правда столько пишут. А можете объяснить, там просто вот в чем история этих сел? Там сначала жили азербайджанцы, потом армяне, потом снова азербайджанцы. И как это вообще? Ну, насколько я не могу. Ну, прям не конкретно про каждое село. Я понимаю, я не был, так сказать, в поле в этих селах, да, но я так понимаю, что с момента, в общем, давнишних времен там армяне ушли из занимаемых имя сел, азербайджанцы ушли из занимаемых имя сел. И они как бы неживые. Но и те другие, ну, во-первых, а, хотят вернуться, а, б, это, так сказать, такой политический вопрос. Еще вопрос достоинства государства. Мы не уступим, да, но для этого нужно провести границу. Они же, ну, просто, ну, жили рядом, никто никогда же не рассчитывал, что, так сказать, это другая страна, а тут граница и так далее. Еще этот район знаменит тем, печально, что года первой, так сказать, в конце советской эры, то советская армия там, вообще говоря, проводила операцию Кольцо. Такая была, была знаменитая операция Кольцо, где она воевала против, я так понимаю, армянских сепаратистов, как бы, да, и там была очень, очень болезненная, болезненная, так сказать, история, где советские войска воевали на стороне Азербайджана, против, как бы, армян, да, не против Армении, а против, вот так сказать, бузатеров, и так далее. И там это помнят, это помнят там. Поэтому, в общем, там очень много такого материала горючего, который можно очень легко поджечь, что и делают и сейчас, значит, некоторые деятели, за которыми, как утверждают люди, которым я доверяю, стоят те самые вот лидеры оппозиции, в том числе и бывшие, так сказать, президенты, да? А вот в этом переговорном процессе, который вроде как уже вот более-менее нормальный, отчего в этом России не нравится? Или России все нравится, что они договариваются? Есть ощущения, что Россия как-то не очень на это смотрит? Ну, я думаю, что ощущения вам не изменяют это. Но если коротко, то России очень не нравится, что ускользает контроль над этим как бы конфликтом или, может быть, над его умиротворением, либо над возможностью его заморозки. Короче говоря, влияние России просто как шагреневая кожа съеживается. И это влияние или контроль над этим переходит постепенно к западным так сказать странам. Но сейчас у лидеров Армении изображения хватает, ну, извините, я так снисходительно схожу, хватает ума не демонстрировать вот это все, так сказать, перелопачивание, да? Они просто пытаются друг с другом вот то, с чего я начал разговаривать и договариваться. Хотя каждый из них знает, что Азербайджан теперь вынужден признать, что Армения уже получила крыло формально говоря экономической, финансовой и какой угодно гуманитарной поддержки со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов. Очень этим раздражены были поначалу в Азербайджане. Встреча была 5 апреля, как известно, так и известно. Пашинян, Урсула фон дер Ляйен и Блинкен в Брюсселе. Очень много было разговоров по этой встрече. Боялись, что там чуть ли не солдаты НАТО. После этого войны в Ереван. За ним солдаты НАТО. Да, это известные информационные такие вбросы. Ну, конечно, этого не случилось, но, тем не менее, стало ясно, что Армения не одинока. И она нашла в каком-то смысле замену России, которая ей не помогла в горячие времена противостояние с Азербайджаном. Россия, ну что, пока ее спикеры главные, так сказать, пресс-секретари МИДа и Кремля, среди которых выделяется пресс-секретарь МИДа, известная барышня, они стараются как бы держать себя в руках очень аккуратно, потому что раз пошел у них мирный процесс, но мы же не можем выступить против мирного процесса. Конечно, в России же всегда там... Да, мы же за мир, хотя у нас слово мир, так сказать, может быть даже и опасно употреблять часто, но важно то, что могут, как говорят вот эти спикеры главные московские, могут случиться так, что эта опора на Запад может привести к печальным последствиям. Такие известные формулы, а вдруг там появятся военные западные, да. Ну, скажу вам по секрету, военные там может и не появятся западные, но российские военные, которые раньше контролировали или участвовали в этих районах, обеспечивали безопасность, они тоже оттуда будут выведены в районе Таушеской области. и, как утверждают мои источники, неминуемо их место займут сотрудники или члены миссии Евросоюза, которые уже там находятся, и эта миссия Евросоюза уже ожидает, так сказать, своего увеличения, то есть, там будет их несколько сотен человек, да, и, ну, этот процесс, это как, знаете, снежный ком, он, если уже начался, снег липкий, он наворачивается и наворачивается, поэтому, конечно, в Москве это крайне неприятно терять эти позиции, но я надеюсь, что, так сказать, ну, можно, конечно, полки в колеса ставить, но, в общем, вы не можете запретить людям договориться о мире. Азербайджан, Ильхам Алиев, в общем, политик незаурядный себя уже давно проявляет, чего нельзя было сказать 20 лет назад, когда его папа провел к власти, да, он очень, после того, как он провел вот эти все проговоры ТЭТ и ОТЭЦ Армении, он полетел в Москву, 22 числа, у него, 22 апреля была встреча с Путиным, подробностей никаких нет, кроме того, что говорили об экономических проектах общих и что это будет очень выгодно России, участие в них, там, коридор север-юг и так далее, и так далее, но очевидно, что Азербайджан каким-то образом дал некую сатисфакцию, компенсацию Москве за то, что он попросил выйти военных российских, да, ну вот вы выходите, ну, вы же понимаете, во-первых, это вам понадобится в Украине, ну, я так моделирую, понимаете, две тысячи все-таки военных, там, десятки БТРов и танков, но это так, это мы домысливаем, но главное, что вот он поехал, сделал очень красивый жест, он поехал в Москву и, в общем, обосновал теперь новый этап, так сказать, развития ситуации на Южном Кавказе, который в такой обстановке не может не приветствоваться Москвой, вот что интересно, вы понимаете, то есть, Азербайджан здесь сыграл в пользу Армении, очень интересная, очень интересная игра, на самом деле, да, а Казахстан? А Казахстан, да, еще интересная игра, Касем Жамар-Такаев, значит, прилетает в Ереван, первый раз в Ереван приехал президент центральноазиатской страны, исламской, формально, да, страны, которая находится в одной организации с Азербайджаном, со злейшим, значит, врагом Армении, которая находится в одной организации тюркских государств, о организации тюркских ОТГ, да, и он приехал туда, что называется, с Палимовой веткой мира, было понятно, что он что-то везет, какую-то инициативу, и было понятно, что она, скорее всего, согласована с Азербайджаном, а может быть, даже и с Москвой, что менее вероятно, но тем не менее, все-таки, такая умудренная, так сказать, политика, он должен был это все соломки покладывать на каждом шагу здесь, там, где он шагает в зоне интересов России, это очень такая, это действительно деликатная игра. Сложная игра. Конечно, и он приехал, и когда он уехал обратно, то стало известно, что он предложил министром странных дел Армении Азербайджана встретиться в Астане, так сказать, это новая совершенно инициатива, и чем она интересна, я уже писал сразу после этого, что, понимаете, он проявляет инициативу, будучи членом, так сказать, вот такого пророссийского блока, с одной стороны, а с другой стороны, абсолютно лояльного Западу, то есть, таким образом, вышибает, так сказать, табуретку тех, кто будет говорить, что, а, они, значит, с Россией, а, они, значит, с Западом. Нет, они не против того-другого, они вот остаются в своем пространстве и готовы воспользоваться услугами близкого им, так сказать, исторически, территориально-экономерно-гидрофически, так сказать, государства. И в этом, в этом есть большой интерес, тем более, что, в принципе, у Казахстана есть такая хорошая, как бы же, кредитная история такого миротворчества, успешную или нет, Астанинский процесс по Сирии и так далее. Назарбай в свое время произошел с таким миротворцем, что много-много лет ожидалось получения Нобелевской премии мира. Не состоялось. Вот. Это интересно. Посмотрим, что будет дальше. Пока Баку сказал, что он согласен с этой идеей, Зеревана пока такого рода ответа не прозвучала. Подождем. Столько разных интересных событий происходит на этом пространстве. Они все очень динамичные. Ну, не могу... В последней части, не хочу говорить в конце, потому что такое впечатление, будто мы оставили это на какое-то... Но все равно в финальной части про Грузию-то спросить, потому что там тоже происходят события, очень разные события. И тоже Грузия на перепутие опять. Не на перепутие. Что? Они, значит, вот сейчас принимают этот закон про иноагентов. Им Запад прямым текстом говорит, что если вы это сделаете, то с нами вы не сможете нормально больше разговаривать. Там двигается граница осетинская. периодически. Ну, они не называют это границей. Внутри, когда их спрашиваешь об этом, они очень так к этому... Понятно, почему относятся, и понятно, почему они произносят совсем другие слова. В общем, Грузия сейчас, она в какой точке находится? Ну, она, в общем, как бы, так сказать, такой тоже фронтмен в противостоянии между Западом и Россией. Конечно же. Вообще, все, что происходит вот, так сказать, в этом европейском пространстве, так или иначе, преломляется сейчас отношение Москвы и Запада. Вы сейчас спросите меня про Афганистан. Да? Тоже будет. Тоже. Тоже, так или иначе, это все так же. Ну, тут нечего, так сказать, и обсуждать, да? Что касается Грузии, то у меня... Ну, во-первых, мы должны просто всегда помнить, что это сегодня происходящее с этим законом имеет отношение прямое к подготовке к октябрьским парламентским выборам в Грузии. Грузия реальная, парламентская демократия. Реальнейшая, да? Правительство формируется на основе, так сказать, коалиции победивших там партий. Фактически на основе одной партии грузинская. Сейчас, да, поэтому не кажется, что это... Ну, это не кажется, но тем не менее, ну, грузины остаются грузинами. Экспансивные, темпераментные, так сказать, нетерпеливые. И в плане подготовки к орламентским выборам, я так понимаю, что сложилась ситуация, когда порядка 10 некоммерческих организаций, НКО, которые финансируются западными структурами, это, значит, Европейский фонд мира и, по-моему, Мэн Дэйн, фонд демократии американский, по-моему, да, очень круто эти 10 НКО позиционируют себя во внутренней жизни. Настолько, что там считается, что они готовятся к парламентским выборам уже политически, то есть, их представители этих НКО готовятся создать некую серьезную, так сказать, политическую структуру, партию или, как бы, коалицию, которая должна будет бросить вызов в грузинской мечте. И поэтому Бедзин Иванишвили, хозяин этой партии, понимая, он, в общем, искушенный тоже, так сказать, с восточной политик, хотя миллиарды его российского происхождения, в смысле, бизнеса происхождения, он это понимает и принимает превентивные меры с тем, чтобы добиться от этих НКО, ну, как бы, их раздуплиться, рассказать, дать понять, значит, как бы, типа народу, что за ними стоят деньги западных структур, цели инвестирования которых в грузинской, так сказать, социум, непрозрачны. Ну, что они, мол, не за Грузию, а вот за Западу. Да, вообще непонятно, что они, да, хотят. Значит, конечно, понятно, что нынешняя ситуация в политической Грузии рассматривается с точки зрения того, что это правительство, оно лояльно по отношению к Москве. Да? Поэтому все те, кто его, как бы, хочет сместить, это, значит, структуры нелояльные Москве. Но, с другой стороны, действительно, непрозрачность этих НКО, она, видимо, очевидна, потому что там очень большие, действительно, миллион, там около 2000 НКО в Грузии. Там много НКО, но там вообще многие живут на гранты, в принципе. Абсолютно. То есть непростая Грузия страна. Во-первых, она же бедная. Она, правда, бедная страна. Да? Грузины очень гордые, очень-то дулюбивые, но очень страна, не можешь похвастаться, так сказать, газом, нефтью, да, как соседний Азербайджан. У них даже, ну да, хотел сказать, у них не дожилось даже Севанковка, армян. Но, правда, у них было море, и есть море. Море-то не есть. Черное, да. Вот. Поэтому, в общем, мне кажется, что вот ситуация вокруг этого закона, второе чтение, которого намечено на понедельник, то есть там какой понедельник, 29-е, что ли, да, это второе чтение, оно будет по-статейным. И, как утверждают, значит, люди-сведущие, оно покажет, что, собственно говоря, не удовлетворяет конкретно людей, боящихся принятия этого закона. Значит, оно не предполагает никакого ни уголовного преследования, ни даже каких-то существенных штрафов, оно только требует просто раскрыть источники финансирования, да. В отличие от первого чтения, которое было, касалось, в принципе, того, нужно принимать закон или не нужно. То есть, это было, да, таким, как бы, подходом концептуальным. Второе, значит, будет рассмотрение... И вот они говорят, что раздражение, которое, так сказать, вообще вызывает этот закон, оно понятийное, даже у Запада. Они не хотят, так сказать, в принципе, вдаваться в суть того, что происходит. Они исходят из того, что, значит, если ты за красных, то мы там за белых. Они называют русским законом, и все понятно. Да, и они ссылаются только на то, что это, значит, копипаст русского закона. Но, в общем, дело-то в деталях, да, а деталей в Грузии, в общем, больше, чем где бы то ни было. Так что, не так, мне кажется, опасен, черт, как его сейчас молюют. Надо немножко за этим следить. И не... Хорошо, чтобы наши спикеры не комментировали вообще все, что происходит сейчас в Грузии. Потому что, любой их комментарий вызывает ярость. В первую очередь, с точки зрения того, что, раз Москве так сильно этим интересуется, значит, за этим стоит Москва за принятием этого закона. Это становится очевидным каждый раз, когда кто-то из официальной Москвы или там... Да. А поскольку в официальной Москве так много дел, что никто не хочет вдаваться еще понимать, что это, да? Но нужно отметиться. Мы, митрополия, бывшая, мы-то следим за вами, вообще-то. Имейте в виду. Но, кстати, про митрополию. Вот еще один вопрос у меня есть про Грузию. Как вам кажется, насколько Грузия боится снова стать следующей после Украины? Снова? Это в том смысле, что там уже были самые разные события, трагические и так далее. Я выяснил. Да, конечно. Потому что, например, политики грузинской мечты и вообще, как бы, Иванишвили, они же транслируют народу еще одну мысль. Они говорят, при нас не было войны. Насколько этот, как вам кажется, вот эта реплика, при нас не было войны, важна и остро отзывается в грузинах с учетом того, что прошло не так много лет с 2008 года. Совсем немного. еще не полных 16 лет, скажем, до августа. Значит, это хороший вопрос, но я думаю, что здесь опять скорее, так сказать, представление, чем на самом деле реальный нарратив. Грузинской мечте информационными, пропагандистскими материями занимаются достаточно профессиональные люди. и я думаю, что им удалось внушить значительной части грузин, что поскольку, да, при них не было войны, ну, так сказать, можно также сказать, что при них не было наводнения, да, то есть потопа там не было, То есть, выходи скажи, что от них это не очень зависит. Это именно я хочу сказать, но еще я хочу заметить, что, конечно, каждый раз возникает разговор о том, что Бедзина, так сказать, как божественным началом отводит эту угрозу самим своим фактом как бы правления в Грузии, потому что он понимает опасность России, он сам как бы там делал свой бизнес, и он не хочет дразнить этого медведя, поэтому давайте не будем его дразнить, как бы он внушает грузинам, и все будет хорошо. Ну что, ну вот да, принимаем этот закон, Москве это будет нравиться, и тогда они от нас отстанут, либо не будут приставать. Но ведь логично же звучит. Нет, конечно, звучит логично, и это вот такой нарратив, так сказать, виртуальный, он, да, царит в Грузии, это правда, но это, как сказать, даже не вершина айсберга, это просто, это, так сказать, обертка, понимаете, это этикетка ситуации. На самом деле, там все-таки система, проблема-то и есть, вот то, о чем я вам говорил, проблема того, что Грузия в этом смысле страна не вполне суверенная, не вполне суверенная, потому что она не может, так сказать, она не, она постоянно, в общем, находится на неком таком дотационном, так сказать, пайке или контроле, да, грустно очень, но это судьба, вот, судьба многих осколков этой империи, да, выстроить, вот это национальное государство, очень сложно, это очень сложно, уже не говоря о том, что выстраивание требует вот этих, решения этих пограничных, разграничительных проблем с соседями, тут все время гордость, тут все время достоинство, вы что, хотите вот эти 800 метров отнять? Никогда, никогда, жам это, что вы, ну, трудно, тем более там, где, там, где, в общем, традиции, достаточно авторитарные, или там, где темперамент захлестывает, да, там, где, что называется, история такая, кредитная, тоже неблагополучная, в смысле, отношения с соседями, да, чуждыми тебе конфессионально, там, этнически, да, жить трудно, можно умереть. Ой, вот на этом мы поставим точку в этом интервью, спасибо большое, Аркадий Юрьевич, было ужасно интересно, я не знаю, мне кажется, это такое, мы взяли с вами какой-то маленький кусочек, посмотрели на него поближе, может быть, однажды посмотрим еще поближе, очень на это надеюсь. Спасибо вам, что вы смотрели этот выпуск, пишите в комментариях свои вопросы, мы будем на них смотреть, и подумаем, может быть, еще поговорим на эту тему, потому что нам, правда, ужасно интересно, это был Номеди из России, Ирина Воробьева, Аркадий Дубнов, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok,